Добрый день! Если вы думаете, что я решил постоять на воротах поиграть в футбол, вы ошибаетесь. Если вы думаете, что я собираюсь поиграть в большие кубики, вы тоже не правы. И я не собираюсь быть грузчиком, но поговорим мы сегодня о грузовом транспорте. Сегодня речь пойдет о Peugeot Boxer. Историю фургона Peugeot Boxer ведет отсчет с 1978 года. Именно тогда группа PSA Peugeot Citroën подписала с компанией Fiat соглашение о совместных разработке и производстве легких коммерческих автомобилей. Современная модель, о которой собираемся рассказать вам, появилась в 2006 году и является совместной разработкой пятого поколения. Peugeot Boxer, как и его близнецы, Citroën Jumper и Fiat Ducato, выпускаются на заводе в Северной Италии. Существует три варианта колесной базы, четыре типа размера длины кузова и три варианта высоты крыши. Объем грузового отсека варьируется от 8 до 17 кубических метров, грузоподъемность от 980 до 1900 килограмм. Гамма двигателей состоит исключительно из дизеля из турбонаддувом. Два из них имеют рабочий объем 2,2 литра, мощностью соответственно 100 и 120 лошадиных сил, и третий трехлитровый турбодизель мощностью 160 лошадей. Нам уже доводилось ездить на боксере на большое расстояние. Было это летом, ездили мы в Минск и дальше, и был это грузовой боксер, но с не самым мощным, вернее с самым слабым двигателем. Здесь вариант другой. Здесь у нас вариант грузопассажирский, так называемый боксер-комби. Задние сидения пассажирские могут спокойно в течение, может быть, минут 50 убраться, и туда вы можете загружать груз, чем, собственно, мы займемся несколько позже. Я уже тогда говорил, что по кабине претензий нет никаких. Сделана кабина замечательно, сделана достаточно удобно. Может быть, не с очень хорошего пластика, но вы прекрасно понимаете, что это коммерческий транспорт, и здесь, в общем-то, не до жиру. Есть парочка недочетов, может быть, минусов. Первое заключается в том, что основной бардачок, который, как вы знаете, находится справа, он очень маленький. Туда документ формата А4 не положено. Зато есть огромный ящик. Вот здесь, рядом, куда, собственно, всю документацию стоит складывать. Более того, он запирается на ключ. Есть большая-большая полка наверху, куда можно сложить, я не знаю, несколько килограмм макулатуры. Но, опять же, при этом человек более рослый, чем я, скажем, метр восемьдесят пять, метр девяносто, который будет сидеть несколько выше, в случае резкого торможения он может клюнуть головой в эту полку, что, в принципе, не есть хорошо. И еще один минус, к которому просто я никак не могу привыкнуть, это ручка ручного тормоза, которая находится слева. Ну, во-первых, неудобно выходить-выходить, можно на нее присесть случайно, что, собственно говоря, как вы понимаете, не очень приятно. Привычно искать ручку справа, хотя нужно сказать, что на этой модели уже второй раз ручка находится слева. Можно было бы уже и привыкнуть. Давайте испытаем этот двигатель. Здесь шестиступенчатая коробка, которая ставится на двигатели мощностью 120 и 160 лошадиных сил. Хочу напомнить, что это лошадиные силы дизельные. Итак, трогаемся вперед. Радует машину в движении. Причем в движении и зимой, и летом. Мощный двигатель позволяет набирать обороты автомобилю и пустому, и груженому. Буквально с самого начала машина очень приемисто идет. Шесть передач стоит на этом автомобиле, как я уже говорил. Причем шестая передача настолько длинная, что вы можете спокойно ехать как 70 км в час, так и 90 на ней. А, скажем, если будете в Европе, то, соответственно, 110-120, да хоть 130 км в час. Фактически будете ехать как на автомате. Что, согласитесь, очень удобно для человека, который перевозит груз на, ну, скажем, среднее расстояние. Это, конечно, для дальнобойной машины, тем не менее. Очень четкий руль, который улавливает любое самое легкое движение. Приятно. И радует тормоза. Это очень хорошая конструкция, и, видимо, поэтому она остается без изменений на протяжении уже почти четырех лет. Особенно хочется отметить совершенно невероятную способность этого автомобиля разворачиваться буквально на пятачке, несмотря на его совершенно очевидную громоздкость. Итак, попробуем развернуться вот на этом пятачке. Вроде нет автомобилей ни встречных, ни поперечных. Раз. И мы уже едем обратно в направлении. Что еще приятное, это то, что автомобиль проглатывает любые неровности, любые трещины и даже достаточно серьезные выбойные на асфальте. В передней подвеске Макферсен сзади стоит один лист или, по желанию, два рессорных листа. Так что вы можете действительно спокойно нагружать автомобиль до двух тонн. И при этом будете чувствовать себя очень комфортно. А мощный двигатель позволит вам не чувствовать фактические разницы между движением на автомобиле пустым и на автомобиле загруженным. Что касается обзорности, то с этим здесь тоже все в порядке. Но, во-первых, бескапотник уже сам по себе вещь исключительно хорошая с точки зрения обзорности. Большие лопухи. Зеркал дает очень большой обзор. Ну и дополнительные зеркала, которые показывают нижнюю часть. Все регулируются отдельно и регулируются отсюда, изнутри, из салона. Это приятно. И я должен сказать, что это даже не раздражает меня обычно широкие стойки, которые стоят вот здесь, скажем, в легковых автомобилях. Здесь такое впечатление, что, может быть, за счет того, что я сижу ближе к лобовому стеклу, становится впечатление, что даже когда ты заходишь в поворот налево под 90 градусов, ты не пропустишь какого-нибудь тщедушного худого пешехода, как это часто бывает. Объем-то, который вмещается в эту машину, теперь можно представить себе воочию. Хочется понять, как чувствует себя человек, сидящий сзади, пассажир. Это вариант комби, то есть он и грузовой, и пассажирский. А маршрутки делают из цельнометаллических кузовов. Туда просто вставляют стекол, ну и делают внутри некую перестановку. Два ряда сидений, которые позволяют разместить здесь шесть человек. Ну, здесь просто очень комфортно. Тут самый ростный человек может сидеть, спокойно расслабившись, вытянув ноги. Смотрите, здесь огромная полка, куда можно положить, мне кажется, даже, ну, небольшой портплет, может быть, какие-нибудь сумки. И, что особо приятно, можно здесь изнутри салона регулировать температуру. То есть здесь одна зона, здесь, получается, зона другая. Вы оставляете себе ту температуру, которая вам кажется комфортной. Посмотрим, как здесь. Здесь тоже очень удобно, здесь точно так же очень просторно, много места. Причем эти оба ряда снимаются примерно за пять минут. Сделать это несложно, но сейчас мы не станем этого делать. Наша задача попытаться понять, сколько груза, и, вернее, какой объем мы сможем поместить сюда, в том случае, если оба этих ряда стоят здесь. То есть здесь сидят шесть пассажиров. Я очень неплохо знаю, как выглядит пол-литра-литр, но как выглядит кубометр, увидел первый раз. Итак, загружается без проблем. Как мне кажется, сюда поместился бы еще один кубометр. Может быть, даже полтора, хотя полтора, наверное, все-таки вряд ли. Потому что высота проема метр восемьдесят. То есть, в принципе, учитывая то, что здесь у нас остается место, второй кубометр заходит элементарно. Радует высота погрузки, которая невелика, вы видите, да? Даже меньше 50 сантиметров, то есть 47 сантиметров. Очень удобно загружать груз. Удобно загружать его, скажем, по лету при помощи специального погрузчика. Но это не все, о чем мы готовы вам сегодня рассказать. Потому что, если мы говорим о всей линейке Peugeot Boxer, стоит рассказать вот еще о чем. Немного особняком стоят вот такие вот грузовички. Они приходят в Россию, в Рязани. Здесь уже доводятся до ума. Приходят они в виде шасси, и уже на это шасси ставят либо такой изотерамический фургон, либо такой тамтованный кузов. Жалко, что в Рязани не ставят специальные аэродинамические обтекатели, которые позволили бы экономить топливо. Потому что, в принципе, у этих кабин коэффициент лобового сопротивления 0.31, что является очень хорошим показателем. Ходят слухи, что эту конфигурацию они позаимствовали, скажем так, у производителей скоростных поездов. При желании можно усилить рессоры, добавив по одному листу. Подкрылки, кстати говоря, имеют специальную конфигурацию, которую придумали тоже производители в Рязани. Что касается фургона, то он производит впечатление, сделанного грамотно и по уму. Начиная от двери, которая открывается на 270 градусов и фиксируется снаружи. И заканчивая возможностью залезть сюда буквально за одно движение. Кстати говоря, я поставил бы подножку, сделал бы чуть пониже, или, может быть, сделал бы ее на цепях. Ну и что касается размеров, 2 метра на 4 метра, это, согласитесь, достаточно много. В общем, примерно, я так думаю, что около 16 кубов помещается сюда. Ну и тентованный вариант, это самый дешевый из вариантов. Тем не менее, сделан здесь не из железа, а использован был специально алюминий из соображений тех, что со временем металл будет ржаветь, а алюминий ржаветь не станет. Таким образом, машина останется по-прежнему красивой. Ну, объем примерно такой же. Есть в нашем сюжете еще один козль, спрятанный в рукаве, или, если хотите, рояль в кустах. Вот это, казалось бы, обычная с виду пассажирское такси маршрутка. Однако, поверьте мне, что пассажиры этой маршрутки не будут платить 15 рублей за проезд, потому что это VIP-автомобиль. Это самый длинный кузов в линейке, 6 метров 360 сантиметров. Может быть, не самый высокий потолок, тем не менее, места здесь вполне достаточно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь мест. Семь мест для семи пассажиров, но вы можете размещаться по-разному. Вот сейчас я к вам стеной, прошу меня за это простить. А при желании можете развернуться и сесть виз-ави, скажем, с этими пассажирами. Конкретно этот автомобиль делался для того, чтобы сделать из него некую базу, некий передвижной пункт командный, если хотите, да? Ну, выездной штаб, что ли. Можно провести совещание. Скажем, этот ноутбук коммутируется при помощи специальных проводов, коммутируется с плазмой, и вы можете показать какие-то диаграммы, да, какие-то, может быть, цифры. Есть даже питание 220 вольт, которое может работать стационарно, если вы находитесь, скажем, в какой-нибудь стоянке, точно так же может работать через преобразователь от генератора. Ну, и связь, как в хорошем лимузине, с водителем. Алло, трогай. Судя по всему, путешествовать на этом транспортном средстве очень даже приятно и комфортно, особенно на большие расстояния. Но дам вам один совет. Если вы собираетесь садиться, то садитесь вот сюда, поближе к водителю, потому что пассажиры, которые будут сидеть на последнем ряду, то есть ближе к багажному отделению, будут прыгать нещадно. Здесь усиленные рессоры, по-хорошему, нужно было бы, конечно, утяжелить, скажем, каким-то броневым листом заднюю часть автомобиля, потому что это было изначально. Рузовик. Путешествовать можно действительно на большие расстояния и достаточно комфортно. И комфорту добавляет специально установленная система, которая позволяет как обогревать, так и охлаждать автомобиль. Специально добавленная вытяжка, потому что, когда 7 человек в салоне, они все активно что-то обсуждают, вы понимаете, что выделяется углекислого газа очень много. Есть холодильник для напитков прохладительных. Ну и, на удивление, достаточно большой багажный отсек. А положить сюда можно чемоданов, может быть, 8 или даже 10. Кстати говоря, сзади сиденья тоже раскладываются. Что можно положить или кого можно положить сюда, уточнять не стоит. Этот VIP-боксер своего рода эксклюзив. Можно поставить на поток производства подобного рода штабов на колесах, только смысла в этом нет. Потому что у каждого командующего свое видение того, как должен быть устроен командный пункт. Нет предела человеческой фантазии. Продолжение следует...